Ладынин? Зароков? Лебедев? Масликов? Солнцев? Неужели он должен подозревать одного из этих генералов? Или поверить, что предателем был майор Сизов? А детский паровозик? Это, конечно, вещь иррациональная. Ее к фактам не причислишь. Но не верит Тенгиса Буладзе в такого чудовищного отца. В предательство верит, в измену может поверить, во все, что угодно, но не в обман собственного сына. Сизов мог просто сказать, куплю тебе новый паровозик или пришлю новый состав с паровозом. Если это он, то полученных денег могло хватить на десять большегрузных составов с паровозами. И зачем ему рисковать? Спокойно улетит с террористами, а потом вызовет к себе жену и детей. В условиях победившей демократии в России никто не станет отыгрываться на семье террориста. Даже на семье такого предателя, как Сизов. Если, конечно, он предатель. Третий вопрос. Куда они собираются лететь? Судя по спланированному нападению и разыгранной, как по нотам, акции уничтожения вертолета спецназа, они обо всем прекрасно осведомлены. В таком случае, куда они денутся? Их выдаст любое европейское или азиатское государство. В Скандинавию Швеция и Норвегия могут не выдать. Но они конфискуют все деньги с возвратом их России. А террористам дадут пожизненное заключение. В страны СНГ это вообще немыслимо. Ни один руководитель в странах СНГ, даже в таких крупных, как Казахстан или Украина, не пойдет на подобную провокацию. Это будет означать потерю собственного имиджа во всем мире. Да и оба президента не захотят прослыть в мире пособниками террористов. Не говоря уже о всех остальных. В республиках Средней Азии и Закавказе террористов арестуют. Едва они сойдут на землю. Ни один президент не захочет иметь таких гостей на собственной территории. Остается Белоруссия. Глупо думать, что дружественное государство может разрешить хоть как-то вопрос в пользу террористов. Скорее, их президент устроит показательный суд с показательным приговором. Он более решительный человек, чем многие его коллеги. А деньги вернет Россия. В этом можно не сомневаться. Остается Молдавия. Неужели их лидер действительно захочет принять подобный груз? Маловероятно. У него собственные проблемы с террасполем. Страны Прибалтики тоже не подходят. Предоставить такой изумительный шанс Москве ввести свои войска в страну, поддерживающую террористов? И ведь никто, ни одна страна в мире и пикнуть тогда не посмеет. Террористов осуждают все. Все без исключения. Страны Восточной Европы, условно говоря, делятся на две группы. Болгария, Румыния, Югославия, Словакия, Босния, Греция, Македония. Не задумываясь, выдадут террористов России. Чехия может попросить не казнить их. Чешский президент дорожит своим имиджем гуманиста. Но тоже выдаст террористов. Остаются Польша и Венгрия. Там социал-демократические правительства. Они, конечно, вернут деньги, но на выдачу террористов могут не пойти, чтобы не давать своим оппонентам возможности обвинений в симпатиях к Москве. Однако в таком случае террористы получат на всю катушку пожизненное заключение. Абуладзе вздохнул. Про страны Западной Европы он и не думал. Там давно знают, что с террористом нельзя договориться ни при каких условиях. Любая уступка террористам вредна. Такого принципа придерживались в Западной Европе. Они даже не станут церемониться. Просто арестуют и выдадут террористов российским властям. Может, Майский хочет лететь в Израиль? Рассчитывая, что такое количество денег смягчит позицию израильского правительства? Тоже не подходит. Израильтяне, выдавшие несколько лет назад воздушных террористов, захвативших детей и потребовавших самолет в Израиль, даже не станут торговаться. Для израильского правительства потакать подобным террористам, даже если среди них будут евреи, все равно что расписаться в собственном ничтожестве. Опять-таки, в лучшем для террористов случае они получат пожизненное заключение. А деньги, конечно, вернутся в Россию. Здесь и Израиль торговаться не будет. Может, какая-то азиатская страна? Пакистан? Нет. Они уже посадили одну группу террористов, решивших бежать в эту страну. Содержание в тюрьме было настолько отвратительным, что заключенные со слезами на глазах умоляли отправить их в Россию. Иран или Ирак тоже не подходит. Их и так обвиняют во всем мире в потакании терроризма. Зачем им новые проблемы? Даже за такие деньги. Индия выдаст немедленно. Просто развернет самолет и прикажет лететь в Москву. Китай может не выдать. Но в таком случае показательно казнит террористов на площади. И выдаст все деньги обратно. Турция. Они однажды уже не выдали литовцев, убивших бортпроводницу. Но посадили их в собственную тюрьму. У турков свои проблемы. Они не станут бросать вызов всему цивилизованному обществу. Тогда куда все-таки полетит этот самолет? Со злости ударил кулаком по столу Абуладзе. Вошел генерал Ладынин. Я дал указание, сказал он. Все связи Майского проверяем. Но летчиков среди его знакомых нет. Хотя есть данные, что в молодости он дружил с одним испанцем. С каким испанцем, не понял Абуладзе. В 30-е годы в СССР приехало много испанских детей, пояснил Ладынин. Это были дети социалистов и коммунистов. Часть из них осталась навсегда здесь. А часть уехала в Испанию, сразу после смерти Франко. Так вот, среди уехавших был Мигель Переда. Довольно неплохой летчик. Работал на внутренних линиях Москва-Тбилиси, Москва-Ставрополь. Были сведения, что он был связан тогда с так называемыми цеховиками, владельцами подпольных цехов в кавказских регионах. Возил их продукцию. Но доказать тогда ничего не смогли. За границу его тогда не пускали. Он все-таки был испанцем. Но он уехал из нашей страны десять лет назад. И живет сейчас в Барселоне. А он не приезжал к нам за эти десять лет? Ладынин усмехнулся. Так и знал, что спросишь. Сейчас проверяют через наше посольство в Испании. Сделали срочный запрос. Сегодня воскресенье. Трудно найти сотрудников на работе, тем более в нашем посольстве. В Испании. Больше никого? Больше никого нет. Ты думаешь, Переда прилетел специально в Москву, чтобы пилотировать отсюда самолет? Это выглядело бы слишком невероятно. Верно, согласился Абуладзе. Но нам важно знать, когда он здесь бывал и когда уехал. В кабинет вошел Маркин. Товарищ генерал, сообщение из МИДа. Передал он срочную телеграмму. Они проверили через консульское управление, понял Ладынин и, взглянув на сообщение, нахмурился. — Кажется, ты был в чем-то прав, — сказал он. В сообщении указывалось, что Мигель Переда приезжал в этом году дважды в Россию по приглашению фирмы Марк ЛТД. — Мне не нравится подобное совпадение, — задумчиво пробормотал Ладынин. — Нужно будет узнать, где сейчас находится этот Переда, поднять его документы в нашем посольстве и узнать городской телефон в Барселоне. — Действуйте, Маркин. Скажите, чтобы нашли нашего консула. Если нужно, скажите мне. Я попрошу министра иностранных дел. Он быстро найдет своих сотрудников. Маркин поспешил из комнаты. — Идем, — предложил генерал. Группы захвата уже на месте. Окружили здание фирмы. Сейчас может начаться штурм. — У них есть противогазы? — Конечно, нет. — мрачно ответил генерал Ладынин. — Наша группа вылетает только через десять минут. У нашего спецназа будут противогазы. Они вышли из комнаты в зал. Все напряженно ждали сообщения. — Товарищ генерал, — доложил директору ФСБ руководитель оперативной группы АТЦ. — Мы окружили здание, но нам кажется, что в доме никого нет. Директор ФСБ посмотрел на премьера. Тот нахмурился. Он уже предвкушал радость окончания столь сложного и неприятного дела, когда пришло это сообщение. — Пусть все проверят сами, — властно сказал премьер. — Проверьте все лично, — зло повторил директор ФСБ, и только потом докладывайте мне о результатах вашей проверки. — Слушаюсь, — отозвался виноватый голос руководителя группы. — Через пять минут он доложил. — Наши люди вошли в здание, пока никаких признаков жизни не обнаружено. Во дворе стоят два автомобиля. Все слушали сообщение. Директор ФСБ пожалел, что все телефоны, выведенные на микрофон, и его беседу теперь слышат все руководители, столпившиеся в зале. — На первом этаже никого нет, — последовал доклад. — Идем дальше. Абуладзе хмуро переглянулся с Ладыниным. — На втором этаже тоже никого нет. Здесь на столе лежит телефон, он звонит. — Все время звонит. И записка. — Какая записка? — Написано. — Поднимите трубку. На этот раз Ладынин посмотрел на Абуладзе и покачал головой. Оба профессионала уже понимали, что именно там происходит. — Осторожно возьмите телефон, — разрешил директор. — Только очень осторожно. Там может быть установлено взрывное устройство. Потом была долгая минута молчания. Наконец, не выдержав, директор крикнул. — Что у вас происходит? — Говорите, черт вас всех возьми. — Товарищ генерал. Послышался виноватый голос руководителя оперативной группы. Сюда звонил Майский. Он предупредил, что едет в аэропорт. И просил не задерживать никого по дороге. Иначе они сломают капсулу. Директор ФСБ взглянул на мрачного премьера и прошептал проклятие. Министр обороны тяжело вздохнул, хватаясь за сердце. Абуладзе в третий раз посмотрел на начальника ГРУ. — Нас предали, генерал, — очень тихо сказал он. И предал кто-то из находившихся в этом здании. Москва, 15 часов 50 минут Когда на лестничной клетке послышался в очередной раз шум, он услышал это сквозь пелену тумана, окружавшего его сознание. Больше он не слышал ничего и уже готов был к тому, чтобы никогда не проснуться. Но он пришел в себя снова после толчков, когда его несли вниз на руках. — Спасен! — радостно подумал он, открывая глаза. Вокруг суетились люди, врачи, незнакомые люди заглядывали ему в лицо. — Живой! — радостно говорили все. — Живой! Он снова закрыл глаза, глубоко вдыхая весенний воздух. — Живой! — подумал он. Это было так здорово, что на мгновение он даже забыл, почему он обязательно должен был остаться в живых. А когда вспомнил, то забеспокоился. Времени почти не было, и нужно будет предупредить своих товарищей. Террористы явно готовили какую-то пакость с переодеванием в милицейскую форму. Его внесли в машину, оказавшуюся небольшим микроавтобусом, кажется, японской или корейской сборки. Ему казалось, что все худшее уже позади, что сейчас его отвезут в больницу, где он, наконец, расскажет про сегодняшние нападения и переодетых в форму террористов, которые так и не собирались менять эту форму. И в этот момент он услышал знакомый торжествующий голос Лося. — Ну что, стервец, добегался? От невыносимого ужаса сжалось сердце. Он вдруг понял, что террористы оказались умнее и хитрее, чем он думал. Они никуда не собирались убегать. Зачем? Ведь все его призывы о помощи сводились в конечном итоге к тому, чтобы сюда вызвали милицию. А зачем вызывать милицию, если она уже в доме? Никому из соседей даже в голову не могло прийти проверить документы у двоих офицеров милиции, оказавшихся перед запертой дверью. Наоборот, все помогали сотрудникам милиции по мере сил. Сначала слесарь из местного ЖЭКа с помощью добровольцев разбил замок, открывая дверь. Затем все те же услужливые руки потащили несчастного раненого вниз и бережно уложили в подъехавший микроавтобус, за рулем которого сидел пожилой человек, вызвавшийся доставить несчастного в больницу. Старый опытный лось перехитрил таки майора Сизова. Нужно всю свою жизнь обманывать и делать пакости людям, познавая эту науку зла, чтобы достичь совершенства и в этой области. Лось знал подобную науку досконально. Он всю свою жизнь обманывал людей, зарабатывая деньги на их страданиях, боли, крови. Майор Сизов, впервые вступивший на эту стезю, оказался не готов к подобному чудовищному лицемерию своих врагов. Впрочем, в лицемерии Лоси не было ничего странного. Всю свою жизнь этот человек притворялся и ловчил. Он действительно работал раньше в органах и был подполковником милиции, успешно совмещая службу в правоохранительных органах с организацией банды по вымогательству и рэкету. Его люди очень умело обрабатывали клиентов, отказывавшихся платить деньги. Лось получил свою кличку за квадратную голову и большую фигуру. На самом деле подполковника звали Авдотин Николай Анатольевич. Подполковник хорошо изучил приемы и методы преступного мира, умело применяя их в своих интересах. Несчастный Сизов даже не подозревал, что вся банда Лосин действительно состояла из бывших и нынешних работников милиции. Это были самые страшные террористы, люди-оборотни, предающие своих коллег, своих сослуживцев, своих друзей. Сидящий за рулем микроавтобуса террорист по кличке Моряк получил это прозвище за привычку ходить в тельняшке, оставшуюся после службы в армии. Он на самом деле раньше работал на патрульной машине и имел звание старшего лейтенанта. Но Моряка рекомендовал сам Седой. Лось никогда бы не сделал такого выбора. А вот другие двое были действующими работниками милиции. Причем один из них все еще числился в отряде московского ОМОНа. На эту операцию Лось отбирал людей с предельной требовательностью. Любой из тех, кто пойдет с ним на операцию, должен был знать, что по истечении этого дня станет миллионером и обеспеченным человеком на всю жизнь. Так и было все обговорено. Каждый из двоих его помощников должен был получить сегодня ночью по миллиону долларов. Лось, сам разработавший часть операции, с учетом своих людей, должен был получить в три раза больше. Он не спрашивал, сколько получали остальные, понимая, что это не должно его волновать. Но при случае собирался узнать, какую именно сумму они будут требовать, чтобы потом, по мере возможности, и пересмотреть причитающуюся ему сумму. А если повезет, то и забрать все деньги себе. Такая мысль тоже мелькала у него в голове. Тем более, что Седова он ненавидел давно и страшно. Тот откровенно презирал предателя-милиционера и никогда этого особенно не скрывал. Теперь двое сотрудников милиции, которые ехали впереди на отбитой у ГАИ машине, знали, что всем, что они имеют, они обязаны лосю. И он не сомневался в их верности. В отличие от моряка, сидевшего за рулем микроавтобуса, что-то тихо напивавшего. Насчет машин о ГАИ все придумал сам лось. Он правильно рассчитал, что воинская колонна сразу остановится, если увидит автомобили скорой помощи и ГАИ, стоящие на дороге. В таком случае срабатывал стереотип сознания любого человека. Но самое главное было потом, после нападения. Машину ГАИ нужно было сохранить. Просто сменить номера, чуть-чуть добавить краски, словом, придать автомобилю совсем другой вид. Это будет по-прежнему машина милиции, но никто не узнает в ней прежний автомобиль ГАИ. Впрочем, никто и не будет приглядываться. Кому может прийти в голову, что террористы решатся на такой отчаянный трюк, дважды используя одну и ту же захваченную машину ГАИ? На этом и строил весь свой расчет Лось. Когда он изложил свой план Аркадию Александровичу, тому понравилась эта безумная идея. Правда, подлец Седой был чем-то недоволен, но это было уже не столь важно. А потом два месяца они проверяли все подробности в ожидании условного сигнала. И такой сигнал был получен только в пятницу. В это воскресное утро Лось смотрел на улицы города, мимо которых они проезжали. Возможно, уже никогда он не вернется сюда. Впрочем, он не особенно сожалел. Жена ушла от него еще пять лет назад. Дочь взрослой, живет самостоятельной жизнью. Пора было, наконец, подумать о себе. В его чемоданчике, лежавшем на заднем сидении микроавтобуса, было и его имущество, которое он не собирался показывать ни одной таможне мира. Там было все, что ему удалось заработать и собрать за время своей нелегкой деятельности в милиции. Но это был все равно мизер по сравнению с теми деньгами, которые он собирался сегодня получить. Впрочем, сегодня миллионером станет не только он, но и все остальные. А этот глупый майор хотел все испортить. Испортить такой совершенный план. Лось посмотрел на лежавшего поперек сидений Сизова, увидел, как тот открывает глаза и улыбнулся. Напрасно ты весь этот спектакль затеял, дорогой наш человек. Побил чужую посуду. Все равно вышло, по-моему. Сизов что-то пробормотал. Чего тебе? Наклонился к нему лось. Пить хочешь? Врешь, — прошептал Сизов. Все равно, по-твоему, не будет. Лось сжал губы, не поднимая головы. С тех пор, как в прошлом году его уволили на пенсию, нервы у него были совсем никудышные. Но он сдержался, отворачиваясь. — Врешь, — уже громче сказал Сизов. — Никогда, по-твоему, не будет. — Бухти, бухти, — насмешливо сказал лось. — Скоро приедем в аэропорт, а там ты сразу кончишь дергаться. — Ничего, милая, мы с тобой там поговорим. Он наклонился и вдруг резко, сильно ударил раненого в живот. Сизов застонал от боли. — Это тебе за побег, — рассудительно сказал лось. Послышался звонок его сотового телефона. Он поднес телефон к голове, вытащил антенну. — Это я говорю. Очень торопливо заметил Аркадий Александрович. У нас неприятности. Срочно в аэропорт. Шереметьево-1. В 5.30 там будет готов самолет. Действуй по плану, как договаривались. Больше не звони, могут засечь. Он отключился, и лось опустил антенну. — Неприятности у него, — пробормотал лось. — Сукины дети. Ничего нормально сделать не могут. — Моряк, ты слышал? — Едем в Шереметьево-1. — Пусть ребята едут следом за нами. Москва. 16 часов 00 минут. К вокзалу они подъехали ровно в 4 часа дня. Седой показал Карине, куда подъехать, чтобы подать их белой ауде в переулок, где его не могли заметить. Она осторожно въехала в переулок, и он, выйдя из машины, уже собирался зашагать к ожидавшим его на другой стороне улицы Аркадию Александровичу с его помощниками. Но затем, словно вспомнив о чем-то, наклонился и сказал. — Будь осторожна. Осталось совсем немного. Она улыбнулась. Это было первое приятное замечание, которым он наградил ее за весь день. Седой огляделся, перешел улицу на зеленый свет и пошел в сторону соседнего дома, около которого уже притормозил БМВ. За рулем сидел Костя. В машине, кроме самого Аркадия Александровича, были и двое его помощников. Уже вернувшийся Бармин сидел на переднем сиденье, положив автомат прямо на колени и прикрыв его газетой. На заднем сиденье находились сам Аркадий Александрович и сапер-минер Эдик, нервно улыбавшийся и все время крутивший головой. Седой наклонился к машине. — Как дела? — холодно спросил Аркадий Александрович. — Ничего, — ответил Седой. Потом, помолчав, сказал. — Леший погиб. — Как погиб? — встревожился Аркадий Александрович. — Убили. На квартире у Анжи, куда мы вернулись, прикончить поляка. Была засада. Мы, кажется, сумели двоих убрать. Но Леший погиб. — Ты сам видел его труп? — встревоженно спросил Аркадий Александрович. — Учти, это очень важно. Он может нас выдать. — Леший никогда нас не выдаст, — презрительно сказал Седой. И живым тоже его взять нельзя. — Говорю, что он убит. — Значит, убит. — Альные, — уточнил Аркадий Александрович, — все в порядке. Нехотя подтвердил Седой. Они уже ничего не расскажут. Там еще баба была и телохранитель Анжия. Ну, Леший и их, в общем. Говорить об убийствах не хотелось. Было отчасти стыдно и отчасти неприятно, словно он превратился в настоящего мясника, деловито перерезывающего горло своим жертвам, или в палача, равнодушного к человеческим страданиям. — Ясно, — подвел итог Аркадий Александрович. — У нас мало времени. Через полчаса вы с Кариной должны быть в депутатской комнате в Шереметьево-1. Там передашь первую капсулу. Но только тогда передашь, когда увидишь, что самолет действительно готов. — Ты меня понял? — Не нужно повторять. Я не придурок. Зло огрызнулся Седой. — В 17.30. Самолет должен быть на взлетной полосе. — Подвел итог Аркадий Александрович. — Но не торопитесь с вылетом. — В любом случае нам нужно задержать самолет еще хотя бы на час. По-моему, они так напуганы, что управились быстрее, чем мы думали. — Это еще неизвестно, — рассудительно сказал Седой. — Когда улетим, будет ясно. — Возьми капсулу, — предложил Аркадий Александрович, — и будь осторожен. — Очень осторожен, Седой. От твоей поездки зависит сейчас вся операция. Петя, отдай ему капсулу. Петр Бармин открыл стальной чемоданчик, специально изготовленный для такого случая, и вытащил одну капсулу. И хотя он чуть приоткрыл чемоданчик, тем не менее Седой успел заметить, что там находилось всего две капсулы. Он протянул руку и просто забрал капсулу, словно это был обычный патрон. — Осторожнее! — страдальчески крикнул Аркадий Александрович, испуганно взглянув на Седого. — Ты ведь должен все понимать. Это же капсула! — Ничего. Он зажал капсулу в руке и, только потом, вспомнив, спросил. — Что за неприятности у вас были? — Они засекли нашу фирму. И наш домик тоже засекли. Похоже, мы все-таки не до конца просчитали их действия, Седой. — Они смогли засечь мой разговор с Германией через спутники. Видимо, поняли, что в машине два телефона. И засекли обе линии связи. — Этого не может быть! — нахмурился Седой. — Если он не звонил по этому телефону, то этого не может быть. Они ведь не могли прослушивать все сотовые мобильные телефоны Германии. — Они это сделали! — зло заявил его собеседник. — Хорошо еще, что наш друг позвонил по обычному телефону и предупредил меня. Иначе мы бы сейчас здесь с тобой не разговаривали. — Неужели вы не предусмотрели и такой вариант? — спросил Седой. Аркадий Александрович довольно улыбнулся. — А ты как думаешь? — конечно, предусмотрели. Но говорить об этом раньше времени я не хотел. Пусть будет для них сюрпризом. — Ко мне больше ничего нет? — нет. Но будь осторожен. Они захотят тебя даже арестовать. Держись твердо. Заяви, что если они не пропустят тебя к самолету, то будет очень плохо. Мы взорвем оставшиеся две капсулы. — Понятно. У меня с собой два сотовых телефона. Они зарегистрированы на другие фирмы и пока чистые. Держи все время при себе свой телефон. Я позвоню и поговорю с тобой ровно в 5.25. Только учти, что разговор будет коротким. И я сразу выброшу свой телефон в мусорный ящик, чтобы они не смогли меня засечь. Надеюсь, что вы так и сделаете. И езжайте очень осторожно. Постарайтесь не попасть в аварию. — До свидания. Он отвернулся и зашагал к своей машине, даже не попрощавшись. — Хаам! — сказал с презрением Аркадий Александрович, когда Седой отошел достаточно далеко и не мог его услышать. Держа в руках капсулу, Седой перешел улицу. За спиной послышался резкий скрип тормозов. Высунувшийся из грузовика водитель яростно махал ему рукой. Седой, не оборачиваясь, шел к своей машине. За рулем сидела Карина, внимательно смотревшая на него. Он подошел к автомобилю, сел рядом с ней, захлопнул дверцу. — Как дела? — спросила она. Вместо ответа он показал ей капсулу. Она невольно поежилась, словно в салон машины вползла ядовитая змея. — В аэропорт Шереметьево-1, — устало, — сказал он. Она повернула ключ. Машина выехала из переулка. Через несколько минут он вдруг спросил. — Ты не передумала? Еще все можно отыграть назад. Ты просто выйдешь из машины, и все. Она взглянула на него и, закусив губу, ничего не произнесла. И вдруг резко нажала на тормоза, да так резко, что он едва не разбил себе лицо. Сзади послышался отчаянный виск тормозов. Они едва избежали аварии. — А ты хочешь, чтобы я ушла? — спросила она, глядя ему в глаза. Молчание длилось вечность. Сзади неистовствовали водители, ревели клаксоны, кричали люди. — Нет, — наконец сказал седой. — Я не хочу, чтобы ты уходила. Она чуть улыбнулась и снова взялась за руль. Он посмотрел на капсулу. Она была такая маленькая, хрупкая. В ней была какая-то жидкость, обычная жидкость, как вода из ручья в детстве. Он подумал, что можно разбить капсулу вот здесь, сейчас, разбить ее ко всем чертям в этом огромном чужом городе, так и не ставшим ему родным. Много лет назад он приехал сюда полной надежд и радужных планов. Теперь не оставалось ничего, ни надежд, ни планов. Была только эта белая трубочка, капсулы и трупы. Много трупов вокруг. Он давно перестал считать эти трупы, понимая, что ничего изменить уже нельзя. После Афганистана он не верил никому. И виновата в этом была не война. Скорее, в этом виновата было то чувство потерянности и одиночества, которое он испытывал, вернувшись с войны. Может быть, Карина могла помочь ему именно тогда. Но теперь... Теперь в руках по-прежнему была капсула. Позади были трупы, а впереди была неизвестность. Он сжал зубы. Хорошо бы разбить эту капсулу прямо сейчас, с холодным отчаянием, подумал он. И тогда первой жертвой этого ЗНХ станет он сам. Может, в этом и будет высшая справедливость? Москва, 16 часов 10 минут Полковник Борисов приехал в больницу Кпанченко, когда закончили оперировать в Аганово. Врачи не давали никаких шансов на его выздоровление, утверждая, что все решится в ближайшие несколько часов. Борисов прошел в палату к Кпанченко, где лежал раненый офицер. Несмотря на уговоры, лечащий врач дал ему всего пять минут. Он вошел в палату, обнаружив сидевшую рядом с раненым его молодую миловидную супругу. У нее были заплаканные, но счастливые глаза. Очевидно, она была довольна тем, что все кончилось таким образом, и, получивший тяжелые ранения муж, тем не менее останется жив и рано не представляет серьезной опасности для жизни. Увидев вошедшего, она чуть нахмурилась. Сюда уже приезжало столько людей и из милиции, и из ФСБ. Борисов, поняв ее состояние, улыбнулся ей вместо приветствия. «Как хорошо, что вы здесь», — сказал он. «Не нужно уходить. У меня нет ничего секретного. Ваш муж вел себя как настоящий герой, и вы должны об этом знать». Это было правдой. Все солдаты в один голос говорили о мужестве Панченко, которое он проявил во время нападения террористов на воинскую колонну. Молодой супруге было приятно слышать такие слова. «Тоже мне герой», — сказал весь перебинтованный Панченко. «Поймали, как утку. Если бы отбили нападение, тогда бы был бы герой. А сейчас еще нужно искать этих бандюк. Найдем», — успокоил его Борисов, присаживаясь рядом на стул. «Обязательно найдем. Я зашел узнать, как ваше здоровье, и заодно рассказать вашей супруге, как вы здорово действовали. Полковник Борисов, я из штаба округа», — соврал он. «Спасибо, товарищ полковник», — поблагодарил Панченко. «Вообще-то я где-то и сам виноват. Немного не рассчитал, подставился. Вот они меня и ранили. Ничего. Все заживет, все будет в порядке. Вы геройски держались», — добавил Борисов. «И рана у вас не такая опасная, как у подполковника Ваганова». «Как он себя чувствует?» — спросил Панченко. «Пока в сознание не приходил. Тяжелая травма головы. Поврежден череп. Задет мозг. Но врачи надеются на лучшее. Его группу ведь приняла главный удар на себя». «Да», — подтвердил Панченко. «Это подполковник Гаис трусил. Как увидел наставленное на него оружие. Так сразу и упал на землю. И не вставал, сукин сын, пока бой не кончился. Трусы всегда встречаются». Уклончиво согласился Борисов. «А вот капитан Буркалов погиб». «Я это тоже видел», — оживился Панченко. «Я же говорю, эти трое офицеров — настоящие герои. Они герои, а не я». Буркалов пытался машину вывести из-под обстрела гранатометов. Видел, что бьют по кабине. А все ж таки пытался. Такой молодец и так геройски погиб. «Или этот майор Сизов, кажется. Он ведь отбивался до последнего, а когда в машину бандиты полезли, даже пристрелил одного из них. А ведь уже раненый лежал на полу машины». «Да», — заинтересовался Борисов. «Вы ничего не путаете? Может, это стрелял Ваганов, а не Сизов?» «Не путаю», — упрямо сказал Панченко. Подполковника сразу тяжело ранило. И он потерял сознание. А Сизов все еще отстреливался. До последнего контейнер защищал. А подполковник Мисин, утверждая, что Сизов, добровольно сдался террористам. «Дерьмо ваш, подполковник», — разозлился Панченко. «Что он там видел? Спрятался во враге и лежал. Наверное, от страха в штаны наделал. А его напарник сражался. И мои ребята сражались. Ведь подполковник старше нас всех по званию был. Он и должен был нами командовать. А вместо этого во враге лежал». «Значит, он не видел, как шел бой?» «Да он от страха головы не поднял. Как он мог еще что-то видеть?» — разволновался Панченко. «Не нервничай», — испугалась жена. «Тебе нельзя волноваться». «Как это не нервничай? Тут такое говорят». «Не волнуйтесь», — поднялся со стула Борисовича. «Все правильно». «Я примерно так и думал». Он постоял у постели и сказал на прощание. «Спасибо тебе за все, капитан. За твое мужество и за твою честность. Спасибо тебе, парень». Панченко понял, что эти слова выше любой награды, понял и прочувствовал сказанное ему полковником. И, постаравшись вытянуться, сказал «Служу Советскому Союзу». Он сказал это по привычке, как делал раньше, еще во времена другой страны. И, поняв, что ошибся, сильно смутился. «Ничего», — улыбнулся на прощание Борисов. «Родина у нас у всех все равно одна. «Воздоравливай, капитан». И вышел из палаты. Уже в коридоре он увидел стоявшего там Крутого. «Что случилось?» — спросил полковник. «Группа ФСБ, пытавшаяся задержать террористов, не сумела этого сделать», — доложил Крутов. «У нас двое тяжело раненых. У террористов убит один человек. Приказано ехать в аэропорт Шереметьево-1. В половине пятого там будут передавать нам капсулу». «Поехали», — кивнул полковник, решив, что Абуладзе наверняка будет в аэропорту. Средиземное море. 14 часов 15 минут по среднеевропейскому времени. Московское время — 16 часов 15 минут. Только в самолете Виктор немного успокоился. Привычный ровный гул моторов как-то благотворно действовал на нервы. Но он все равно старался не смотреть в сторону Переда, словно боялся вызвать у себя приступ того животного страха, который он испытывал в порту, поняв, что именно сделал с его напарником этот испанец, так хорошо говоривший на русском языке. Чуть дальше, через два ряда от них, сидели Хулио и Альберто, которые, кажется, мирно спали, не обращая внимания на все трудности перелета. Впрочем, это было и не его дело. Виктор долго держался, честно заглушая в себе все чувства, но когда принесли еду, и его спутник начал есть, оглушительно чмокая от удовольствия, Виктор не выдержал. Его стошнило. И он отправился в туалет, чтобы хоть там найти относительное успокоение. А ведь все началось так здорово. Сразу после того, как его выгнали из летного училища, он начал работать у Аркадия Александровича в тот благословенный 88-й год, когда Горбачев впервые разрешил кооперативы и дал им право получать свои деньги со счетов. Вся прежняя безналичка хлынула в криминальный мир. Они вместе с Аркадием Александровичем делали тогда бешеные деньги. Обналичивали один к двум. У них был кооператив по закупке у населения сельскохозяйственной продукции, где расплачиваться нужно было наличными. Это было совсем нетрудно. Брать деньги из банка, пускать их в оборот по обналичиванию и возвращать себе тот же капитал, но уже с удвоенными цифрами. Тогда Виктор заработал свой первый миллион. Сколько заработал Аркадий Александрович, трудно было даже представить. Потом они основали неплохую компанию по продаже нефти за рубеж и сумели в Сибири сойтись с нужными людьми. Все это кончилось с тем, что к моменту развала Советского Союза они были уже достаточно состоятельными людьми, даже в долларовом эквиваленте. И, наконец, после девяносто первого они развернулись по-настоящему и заработали еще несколько миллионов долларов на строительстве. Москва тогда переживала настоящий бум. Цены на квартиры росли, как в сказке. Любой чиновник, имеющий право подписи, зарабатывал миллионы. Московская власть даже получила неслыханное в мире обоснование коррупции, когда ее бывший мэр и профессор экономически громогласно заявил, что чиновники также должны вознаграждаться в процессе приватизации. Это было подлинное обоснование коррупции, которое уже никто и ничто не могло остановить. И тысячи людей, прилипающих к городским властям, подобно отвратительным раковым клеткам, быстро уничтожали здоровые организмы, разлагая все вокруг. Но первый демократический мэр вскоре ушел со своего поста, а сменивший его другой мэр оказался деятельным и энергичным человеком, сумевшим сделать так, чтобы чиновники, продолжающие брать деньги и получать баснословные взятки, еще бы и научились работать. И тогда дела у таких, как Аркадий Александрович, пошли несколько хуже обычного. Строительный бум спал, столица была перенасыщена предлагаемыми свободными метрами для жилья и под офисы. Нужно было искать новый источник дохода. Казалось, все идет нормально. Неплохая вилла на Кипре, домик в Подмосковье, хорошая квартира на Кутузовском. Все шло нормально, пока не начались эти судебные процессы против руководства компании, которая собирала деньги и не собиралась строить жилье. Потом начались проверки с лицензиями и квотами на сырую нефть. Пять человек сели в тюрьму, а Виктор вынужден был уехать на свою виллу на Кипр. К этому моменту у него оставалось не больше полумиллиона долларов из тех шальных денег, которые они когда-то заработали. Вместе с ним здесь околачивался и Сергей, бывший глава несуществующей строительной фирмы, бывший спортсмен, одно время даже работавший телохранителем. Казалось, никаких перспектив на будущее нет. Но в этот момент на Кипре появился Аркадий Александрович. Казалось, что уже в который раз он сумеет помочь своему бывшему помощнику. Действительно, Аркадий Александрович долго говорил о своем долге, о желании помочь таким ребятам, как Виктор и Сергей, и только на следующий день рассказал, что конкретно придется делать. Виктор поначалу немного сомневался. Но Сергей был готов на все. Жизнь на Кипре ему просто надоела. Да и деньги у него скоро кончались. Виктор, который еще имел некоторое количество зеленых бумажек на своем счету, сомневался недолго. Бумажки имели неприятную способность неожиданно исчезать. А их количество угрожающе уменьшалось с каждым прожитым днем. И тогда он дал согласие на эту авантюру. Сейчас, стоя в туалетной комнате перед зеркалом и глядя на свое бледное лицо, он в который раз ругал себя за то, что дал согласие втянуться в эту авантюру. Но назад пути уже не было. А сам Аркадий Александрович пообещал тогда очень большие деньги. И это было самым главным стимулом, почему Виктор согласился. Он вытер лицо бумажной салфеткой, снова посмотрел в зеркало. Его по-прежнему тошнило, но сейчас было уже несколько лучше прежнего. Возвращаясь к своему креслу, он попросил стюардессу принести ему стаканчик виски. Когда любезная девушка принесла небольшой стаканчик, он взял его и, не глядя на своего спутника, залпом выпил. Напрасно! — услышал он осуждающий голос справа от себя. — Это может сильно помешать. — Немного не повредит, — огрызнулся он. И, подумав, добавил. — Это для поднятия тонуса. Переда уже закрыл глаза, словно давая понять, что не собирается дискутировать по этому поводу. Виктор почему-то посмотрел на его руки. Это были руки пианиста или артиста, длинные, вытянутые, ровные пальцы. Переда меньше всего был похож на пианиста, скорее на злого конкистадора. Но почему-то имел именно такие музыкальные пальцы. — Наш самолет уже прошел Средиземное море, — объявили по самолету. Виктор чуть вытянул шею, стараясь увидеть в иллюминаторе землю. Под ними была Африка. — И зачем я тогда согласился? — снова с тревогой подумал Виктор. Уже сидя в автомобиле, направлявшемся в аэропорт, Абуладзе думал о том, кто мог предупредить террористов об их обнаружении. Кто мог сделать такой шаг, рискуя быть услышанным или обнаруженным. Очевидно, этот человек обладал недюжинной силой, волей и выдержкой, если решился на подобный поступок. С другой стороны, было ясно, что разоблачение этого лица могло помочь в задержании террористов. Но оставался вопрос капсул. Пока никто не знал точно, где именно террористы держат капсулы. И значит, никто не имел права на риск. Только после обнаружения трех капсул бандитов можно было уничтожить. Но только после обнаружения всех трех капсул все пятеро подозреваемых генералов остались в здании Министерства обороны. И не было никаких возможностей в оставшиеся минуты проверить, кто именно мог быть тем Иудой, с которого и началось это беспрецедентное дело. Абуладзе не хотел говорить этого своему старому другу, генералу Ладынину. Но первым среди подозреваемых шел, конечно, сам начальник ГРУ. Это был единственный человек, который мог так идеально все спланировать. Для подобной акции нужно было обладать и неплохими аналитическими способностями, предвидя события в той последовательности, в которой они развернулись. Нужно было знать о действиях спецназа ГРУ, о которых лучше всего мог знать сам начальник ГРУ. И, наконец, именно Ладынин несколько дней назад сам предложил вывести капсулы с вирусом ЗНХ из хранилища. Совпадало все. Но полковник Абуладзе привык доверять своим чувствам. И привык верить в дружбу. Он не мог допустить, что начальник ГРУ, генерал, с которым он работал сорок лет, придя в военную разведку еще совсем молодым человеком, мог оказаться предателем и подонком. Абуладзе по рождению был южным человеком и детство провел в Тбилиси, когда в их квартале слово «мужчины» было настоящим залогом чести, а мужская дружба не продавалась ни за какие блага в мире. Но все это было лишь в детстве. Сейчас он ехал в аэропорт, убежденный в том, что кто-то из генералов их предал. И первым кандидатом на эту роль был его старый друг, генерал Ладынин. Вторым кандидатом на эту чудовищную роль был генерал Зароков. Командующий должен был точно знать, где, куда и когда увезут контейнер с вирусом ЗНХ. Именно он давал личное разрешение на перевозку столь ценного груза. Именно он опоздал сегодня в министерство, явившись в парадном костюме и уверяя всех, что его обычная форма осталась дома. Именно Зароков был в их комнате, когда они вошли туда вместе с Ладыниным. Нужно будет узнать, принесли ли ему форму, вспомнил Абулация. И тогда выяснится, действительно ли он звонил домой или обманывал всех, решив предупредить своих сообщников. Третьим по счету был генерал Солнцев. Его довольно долго не могли найти. Он знал про контейнер все или почти все. Знал про майора Сизова, которого похитили террористы, решив подставить под удар вместо виновника этого чудовищного деяния. Солнцев явился позже всех и не выглядел особенно озабоченным или взволнованным. Словно все происшедшее с ним было в порядке вещей. Одно это должно было насторожить всех присутствующих. Наконец, Солнцев до сих пор не поехал в свою лабораторию, решив, что его присутствие в здании Министерства обороны необходимо. Что это было? Тонкий расчет генерала понравится руководству страны или расчет негодяя, решившего, что его присутствие в штабе обязательно, чтобы помогать своим сообщникам? Четвертым претендентом на роль Иуды был генерал Лебедев. Он был известный ученый. Абуладзе слышал о нем еще в годы своей работы руководителем аналитического отдела ГРУ. Что могло толкнуть такого человека на подобное преступление? Может быть, какие-то личные мотивы? Непризнание коллег? Нет. Лебедев был уважаемым и известным ученым. Признанным во всем мире. В последние годы он часто выезжал на международные конгрессы и симпозиумы. И почти всегда слышал в свой адрес только признание коллег. А что может быть для ученого важнее этого? Тогда остается генерал Масликов. Именно он отвечал за охрану контейнера. Именно он мог продумать систему маяка. Масликов точно знал, что колонна не имеет права останавливаться ни при каких случаях. Но именно он мог посоветовать поставить на дороге машину скорой помощи, чтобы заставить остановиться всю колонну. О таких непредусмотренных случаях никто не мог знать. И офицеры остановились бы просто в силу естественного человеческого участия. Может, Масликов рассчитывал на это? — Ему много лет, и он, кажется, должен скоро уйти на пенсию. Решил последним ударом устроить свою жизнь. Но и Ладынин скоро уйдет на пенсию. Ему лет не меньше. Опять генерал Ладынин. Круг замкнулся. Пятеро подозреваемых по-прежнему маячили перед глазами Абуладзе. Он сидел на заднем сиденье автомобиля, продолжая мучительно размышлять. Рядом с ним разместился генерал Дмитриев, все время посматривавший на часы, словно боявшийся опоздать. Впереди за рулем сидел Маркин и неизвестный самому Абуладзе офицер ФСБ. — О чем задумались, полковник? — спросил вдруг Дмитриев. — Да так, я жду звонка Борисова. Он обещал позвонить мне из больницы. Внимание! Передали вдруг по рации в машину. В районе речного вокзала группа сотрудников ФСБ попыталась взять троих террористов. Тяжело ранены двое офицеров ФСБ. Один из террористов убит. Двое остальных скрылись. — Предположительно, это мужчина лет сорока и молодая женщина. Преступники вооружены и представляют особую опасность. Внимание всем постам ГАИ! — Нужно отменить это распоряжение, — нахмурившись, попросил Абуладзе. — Мы ведь договорились с террористами, что не будем никого задерживать на трассе. Капсула может быть у любого из них. — И тогда произойдет непоправимое. — Да, — понял Дмитриев. — Сейчас я прикажу никого не останавливать. Он громко сказал. — Внимание всем сотрудникам ФСБ МВД ГРУ! Не задерживать машины, идущие в сторону аэропорта Шереметьево-1. Повторяю. Ни в коем случае не задерживать автомобили, идущие в сторону аэропорта. Останавливать все автомобили, идущие в другом направлении. — Прошу подтвердить прием сигнала. — Вас поняли, — ответили из АТЦ. — Сигнал поняли, — подтвердили в городском ГАИ. — Ваше сообщение получили, — доложили из УВД города. Оно передано всем постам на трассе. — Внимание! — повторил, нахмурившись, Дмитриев. — Как у нас в аэропорту? — Все в порядке, — услышал он голос одного из офицеров ФСБ. — Дежурных женщин мы заменили на наших сотрудниц. — В депутатской в настоящее время никого нет, только мы. — Уходите оттуда, — приказал Дмитриев. — Отцепите весь аэропорт. Используйте силы милиции и пограничников. Но в самой депутатской не появляйтесь. Генерал Дмитриев раздался знакомый голос начальника пограничной службы России. — Вы хотите выпустить преступников за рубеж? Мои ребята этого не допустят. Мы уже и так стянули к аэропорту более полутысячи человек. Это все-таки международный аэропорт. Дмитриев взглянул на Абуладзе. Тот пожал плечами, предоставляя генералу ФСБ самому выкручиваться из этой ситуации. — Товарищ командующий, — сказал Дмитриев, — все вопросы согласуются с оперативным штабом, работающим под руководством премьер-министра страны. Все ваши претензии прошу передавать туда. Командующий пограничными войсками отключился, даже не попрощавшись. Он явно обиделся. Их автомобиль уже проехал мост и свернул теперь направо, направляясь к аэропорту Шереметьево-1. — Внимание генералу Дмитриеву! — доложили из аэропорта. — Самолет готов. Сейчас везут деньги из Москвы на вертолетах ФСБ. Деньги будут там приблизительно в 5.40. Они немного опоздают. — Я понял, — ответил Дмитриев. — Сообщение для полковника Абуладзе. — Услышали они сразу вслед за этим известием. Группа спецназа ГРУ уже вылетела в направлении аэропорта Шереметьево-1. Командиру группы поставлена задача выполнять все распоряжения оперативного штаба. — Сообщение для генерала Дмитриева, — передали тут же следом. — В аэропорт уже прибыли министр транспорта страны, руководитель департамента воздушного транспорта и командующий пограничными войсками. Они все находятся в кабинете начальника аэропорта. Повторяем. Дмитриев зло покачал головой. — Устраивают настоящие показательные номера. Зачем нам столько начальников? И в этот момент раздался громкий, требовательный голос премьера. — Генералу Дмитриеву приказываю возглавить оперативный штаб в аэропорту с возложением на него персональной ответственности за переговоры с террористами. — Вести переговоры поручаю полковнику Абуладзе. — Вы меня поняли? — Так точно, — ответил Дмитриев и сочувственно взглянул на Абуладзе. Сказал. — Кажется, вам придется встречаться с этими террористами. — Ничего, — спокойно сказал бывший полковник Гру. — Как-нибудь разберемся. — Они подъехали к зданию аэропорта. — Вы пойдете один? — спросил Маркин. Абуладзе обернулся, посмотрел на него. — Хорошо, — сказал он. — Идем со мной. Только будешь делать все, как я скажу. Машина медленно ехала мимо больших зданий, миновали здание прилета, здание вылета. В самом конце, где был международный сектор, находилась и депутатская комната. Или, как она теперь называлась, зал для официальных делегаций. Абуладзе вышел из машины и посмотрел на Дмитриева. — В любом случае, ничего не предпринимайте без моего сигнала, — попросил он. — Мы еще ничего не знаем. Нужно быть готовым к любой неожиданности. — У вас есть оружие? — спросил Дмитриев. — Нет, я его никогда в жизни не носил. Абуладзе повернулся и неспешно пошел к депутатской комнате. Вошел в здание, направился к стеклянным дверям. Маркин, выйдя из автомобиля, двинулся следом. Офицер ФСБ быстро пересел на его место, чтобы отогнать машину. Бывший депутатский зал был совсем близко. Нужно было пройти мимо дверей, закрытых на кодовый замок, где сидел молодой человек в форме сотрудника гражданской авиации. — Откройте дверь, — попросил Абуладзе. — Не нужно ее закрывать на код. — А вы сами уходите. Вместо вас здесь будет сидеть вот этот молодой человек. И он показал на Маркина. — Товарищ полковник, — чуть покраснел молодой человек. — Я офицер ФСБ. Я обязан находиться тут. Тогда другое дело. Улыбнулся Абуладзе и, открыв дверь, принялся подниматься по крутым ступенькам вверх. Сам зал официальных делегаций в аэропорту Шереметьево-1 вызывал восхищение своими размерами, напоминая небольшое взлетное поле. Если депутатские комнаты в остальных четырех международных аэропортах страны занимали небольшие комнаты, в которых с трудом умещались приезжавшие из-за рубежа именитые гости, то депутатский зал Шереметьево-1 был им полной противоположностью. Украшенный зелеными насаждениями, огромный, невообразимых размеров, зал был удобным местом для отдыхающих тут пассажиров. В левом от входа углу был небольшой буфет, в правом от входа углу сидели дежурные по залу девушки. Тут же недалеко были стойки пограничников и таможни. Сейчас они пустовали. Справа от сидевших дежурных был небольшой магазин сувениров, который сейчас был закрыт. Абуладзе подошел к девушкам. Обе внимательно смотрели на него. — Не страшно? — спросил он. — Нет. — ответила первая из них. — Блондинка лет двадцати пяти-тридцати. Как-нибудь справимся. Сидевшая рядом брюнетка только улыбнулась в ответ. За их спинами было помещение для дежурных, в котором отдыхали по ночам уставшие за смену девушки. Сейчас дверь была закрыта. — Там есть кто-нибудь? — шепотом спросил Абуладзе. — Конечно, — улыбнулась блондинка. — И не один. — Пока я не дам сигнала, чтобы они не смели оттуда выходить, — строго сказал Абуладзе. — Сигнал должны им дать мы, — любезно пояснила блондинка. — У нас звонок прямо под ногой. Нужно только нажать кнопку. — Если я буду поправлять свой ремень, — показал на ремене Абуладзе, — — Только тогда вы дайте сигнал. — Только тогда вы меня поняли? — Ясно, товарищ полковник. В буфете есть кто-нибудь? Сотрудница МВД. Она старший лейтенант. Из уголовного розыска. — Цирк прямо, — недовольно сказал Абуладзе. Всех девушек решили подставить. — Ну что, друг Маркин, идем, выпьем с тобой чаю. Может, этот старший лейтенант даст нам хорошего чаю. Он неспешно пошел к буфету. Маркин улыбнулся и пошел следом. Они вошли в буфет и сели за столик. Стоявшая за стойкой молодая женщина молча смотрела на них. — Дай нам, пожалуйста, чая, — попросил Абуладзе. — И не смотри так на нас. Ты ведь всего-навсего буфетчица, а не офицер уголовного розыска. И к тому же красивая женщина. Комплимент произвел свое действие. Женщина улыбнулась и пошла к большому самовару наливать им чай. — Вы совсем не волнуетесь? — спросил Маркин. — А зачем волноваться? — вздохнула Абуладзе. — Раньше нужно было волноваться, чтобы контейнер в руки мерзавцев не попал. А сейчас волноваться не нужно. — Они ведь в аэропорт едут не для того, чтобы нас убить. Им лишние трупы совсем не нужны. — Они едут сюда, чтобы улететь со своими деньгами и драгоценностями. Я бы дорого дал, чтобы узнать, куда они собираются лететь. В буфет вбежала одна из дежурных, та самая блондинка. — Для вас срочное сообщение, — сказала она. Капитан Панченко подтвердил ваши сомнения о СИЗОВе. Полковник Борисов просил передать, что вы были правы. — Ха! — улыбнулся Абуладзе. Это была первая приятная новость за весь день. Словно он нашел, наконец, друга. Друга, в котором нельзя было сомневаться. — Я говорил, что он захочет сам починить этот паровозик, — гордо сказал Абуладзе. Дежурная, ничего не понимая, вышла из буфета. Маркин смотрел на полковника удивленными глазами. — Какой паровозик? — спросил он. — При чем тут железная дорога? — Это мой секрет, дорогой! — засмеялся Абуладзе, поправляя галстук. — Он всегда ему мешал, и поэтому полковник носил его чуть развязанным, понимая, однако, что это не всегда очень красиво. — Самолет будет стоять перед нашим зданием на ближайшей посадочной полосе, — напомнил Маркин. Но деньги еще не привезли. Вертолеты уже вылетели, скоро будут здесь. — Не волнуйся, — кивнула Абуладзе. — Я все помню. — Ты лучше скажи, сколько пассажиров вмещает этот Ил-62. — Не знаю, — растерялся Маркин. — Человек двести, наверное. — Вот-вот. Зачем им пассажирский самолет на двести человек? Я не думаю, что они готовы делиться своими деньгами с таким количеством людей. Их должно быть от силы человек десять-двенадцать. Иначе все теряет смысл. Они просто передерутся из-за этих денег. Я предлагал им другой самолет. Не хотят. Нужен только этот. Буфетчица принесла им чай. Просили передать, что перед зданием вокзала появилась машина Ауди с двумя пассажирами. Мужчина и женщина. Судя по описаниям, это они. — Пусть поднимутся сюда, — спокойно сказал Абуладзе. — А мы пока выпьем свой чай. Маркин молча смотрел на него. Он так и не притронулся к своей чашке. Через минуту Абуладзе стремительно поднялся. — Теперь время, — сказал он. — Сейчас они должны подниматься по нашей лестнице. Полковник и его напарник вышли из буфета, направляясь к центру депутатского зала, где полукругом была огорожена идущая вниз лестница. Внизу открылась дверь. Дежуривший у дверей в форме сотрудника гражданской авиации офицер ФСБ внимательно смотрел на двоих стоявших перед ним людей. — Депутатская закрыта, — сказал он, все еще сомневаясь, что эта хрупкая молодая девушка может быть террористом. — Открыто, — возразил вместо нее Седой. — У нас там свидание. Что-то мелькнуло в глазах этого парня. Может быть, сожаление или жалость. Он по-прежнему смотрел на молчаливо стоявшую Карину. Со стороны улицы за ними следили несколько пар глаз. Седой оглянулся. Карина держала в руках свою сумочку. Дежурный посмотрел на сумочку и вдруг заметил провод, идущий от сумки к руке этой хрупкой молодой женщины. Это был провод взрывного устройства, спрятанного вместе с капсулой в сумочку Карины. Седой не сомневался, что в нужный момент женщина, не колеблясь, нажмет кнопку. Дежурный быстро открыл дверь. Первой шагнула Карина, а уже затем прошел Седой. Дверь закрылась. Перед ними были ступеньки, идущие куда-то резко вверх. Ступеньки, покрытые ковром. По обеим сторонам лестницы стояли коляски носильщиков. Седой протянул ей руку, и они начали подниматься вверх. В этот момент на самом верху, заслонив бьющее из окон солнце, появилась чья-то грузная фигура. Седой резко поднял голову вверх и вдруг сказал громко. «Здравствуйте, товарищ полковник. Вот мы с вами и встретились». На лице Абуладзе Маркин увидел, наконец, полное смятение чувств. Часть третья. День луны. Вечер. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия». 14 часов 50 минут по среднеевропейскому времени, 16 часов 50 минут по московскому времени. Этот момент должен был когда-то наступить. И он наступил. Передо взглянул на сидевшего рядом Виктора. Они сидели в салоне, видя, как Хулио проходит к знакомой стюардессе, что-то улыбаясь спрашивает. Вообще-то их должно было быть шесть человек вместе с Сергеем. Так было проще контролировать весь самолет. Но Сергей об этом было лучше не вспоминать, иначе опять начинало тошнить. Девушка улыбнулась, пригласив Хулио куда-то дальше, за занавеску, где стояли готовые к употреблению кухонные нагреватели еды. В одном из таких нагревателей вместо еды было заблаговременно оставлено оружие, которое Хулио, работавший в аэропорту, передал стюардессе, и она пронесла его на борт самолета. Увидев, что Хулио скрылся за занавеской, Передо кивнул Виктору. — Пора. Они поднялись и вместе пошли туда, где уже стояли Хулио и его девушка. Стюардесса, наклонившись, выдвинула ящик, и тускло блеснула сталь автоматов и пистолетов. — Быстрее! — приказал Передо. Каждый знал, что он должен делать. Виктор наклонился за пистолетом, поднимая тяжелый магнум. Хулио и Передо взяли автоматы и пистолеты, стюардесса также взяла пистолет. — Выезд Хулио в первый салон, — приказал Передо, и, кивнув Виктору, вышел во второй салон. Пассажиры замерли от ужаса. — Внимание! — громко сказал Передо. — Прошу всех сохранять спокойствие, всем оставаться на своих местах. Через минуту мы объявим о своих действиях. Улыбаясь, поднялся Альберто, и Передо бросил ему автомат. После чего подозвал двух стюардесс, не подозревавших об измене своей подруги, и приказал им сесть в первом ряду. Оставив Альберто во втором салоне, они прошли в салон бизнес-класса. Здесь были свои неприятности. Один из пассажиров, возмущенный наглым поведением Хулио, пытался подняться и высказать ему все, что он думает о таких пиратских акциях, и в ответ получил ударом автомата по лицу. Сейчас он сидел около своей жены, весь в крови, и тихо бормотал проклятие. Здесь было не так много пассажиров. И Передо приказал Хулио перейти во второй салон, чтобы не нагнетать ненужного волнения. Альберто прошел на его место в салон бизнес-класса. «Твой друг не нашел другого времени напиться?» Зло пробормотал Передо, проходя к кабине пилотов. Виктор вспомнил, что отсутствие друга объясняется скорее действиями самого Передо, чем алкогольным опьянением Сергея, но благоразумно промолчал. Стюардесса, подружка Хулио, прошла первой и постучала в дверь кабина пилотов. «Капитан», — улыбаясь, сказала она, — «ваш кофе». Дверь открылась, и туда ворвались Передо и Виктор. За ними вошла и стюардесса, сжимая в руках пистолет. «Внимание!» — это нападение, — громко сказал Передо. Второй пилот потянулся за пистолетом. «Не нужно!» — заметил Передо, приставляя пистолет к его виску. «Сидите спокойно, и все будет в порядке». «Что вам нужно?» — спросил капитан авиалайнера. «Где мы сейчас находимся?» — спросил Передо. «Примерно надливее», — сказал капитан, нахмурившись. «Надеюсь, вы не хотите посадить самолет в Триполи?» «Поворачивайте самолет, капитан. Мы летим в Либерию». «У нас курс на Найроби», — напомнил капитан. «Горючего может не хватить». «Это мне решать, капитан», — улыбнулся Передо. «С этой секунды я принимаю командование на себя. Насчет горючего не нужно врать. Если мы могли долететь до Кении, то уж наверняка как-нибудь дотянем до Либерии. Вы меня поняли?» «Наш курс на Монрове». «Штурман», — чуть повернул голову капитан, — «новый курс». Передо показал девушке налетчиков. «Возьми у них оружие». Стюардесса протиснулась к капитану. «Я не думал, Изабелла, что ты так поступишь», — печально сказал командир авиалайнера. Это был седой мужчина лет пятидесяти. Девушка ничего не ответила. Когда набрала оружие у второго пилота, тот выругался по-испански. «Сука!» Девушка усмехнулась и ничего не ответила, проходя к штурману. Тот бросил оружие на пол, не став даже протягивать его изменницы. «Спокойно!» — грозно сказал Передо. «Еще одно движение, и я буду стрелять. Штурман уходит со мной. Курс будет прокладывать в салоне. Сейчас здесь останется один очень нервный молодой человек. У него приказ. При любой вашей попытке передать на землю какое-либо сообщение, он будет стрелять. Вы меня поняли?» Капитан мрачно кивнул. «Останешься здесь!» — шепнул Виктору Передо. «Следи за приборами». Испанец не хотел, чтобы пилоты слышали, на каком языке, — разговаривает Виктор, который почти совсем не знал испанского языка. Впрочем, это было и неудивительно. Операцию готовили давно, а нужных людей все равно не было. Пришлось воспользоваться даже услугами такого человека, как Виктор, который вообще не понимал, о чем говорят столпившиеся в кабине пилотов люди. Штурман поднялся, чтобы выйти, и вдруг, пользуясь теснотой в небольшой кабине, схватил девушку-стюардессу за руку, пытаясь отобрать у нее пистолет. Передо спокойно поднял руку и выстрелил прямо в сердце нападавшего. У него в руках была Беретта. Он хорошо знал, что ее убойная сила не сможет, пройдя через тело человека, пробить обшивку самолета. Так и получилось. Штурман обмяк и начал падать на пол. А пуля, пробив его тело, стукнулась об дверь и, оставив заметный след, упала рядом с ним. Капитан вскочил со своего места. — Вы уже убиваете моих людей, сеньор? — сказал он с угрозой в голосе. — Я же предупреждал, — зло сказал Передо. — Еще одно слово, и один из вас будет следующим. Курс прокладывать будет второй пилот. — Хорошо, — сказал капитан, взглянув на своего напарника. Тот кивнул ему головой, поняв его взгляд. А Передо, наклонившись, поднял за плечи убитого штурмана и выволок его из кабины. Пассажиры первого салона не могли видеть тело. Между кабиной пилотов и салоном бизнес-класса был небольшой коридор, задернутый занавеской. Оставив тело штурмана в коридоре, Передо кивнул Изабелли, проходя в первый салон. Испуганные пассажиры смотрели на него. Вспомнив про пассажиров, он вернулся в коридор. Взял микрофон и объявил по самолету. — Внимание, сеньоры и сеньорины! — Наш самолет захвачен группой людей, борющихся за независимость государства Басков. Мы не бандиты и не террористы. Мы не хотим причинять никому вреда и не хотим напрасных жертв. Полет проходит по расписанию. Прошу стюардесс начать свою обычную работу. После прибытия в аэропорт мы освободим всех пассажиров. — Наша акция преследует только одну цель — привлечь внимание мировой общественности к проблемам Басков. Надеясь, что полет пройдет нормально. Он повесил микрофон обратно и подмигнул Изабелли. — Спрячь оружие, — приказал он. — Чтобы лишние пистолеты не попали никому в руки. — А потом иди во второй салон. — По-моему, Хулио уже по тебе соскучился. И взглянул на часы. Кажется, все идет по графику. Если все будет нормально, они прибудут в Монрове через два часа, пока все шло четко по плану. Если не считать убитого напарника Виктора и несчастного штурмана. Но их Передо не считал. В такой крупной игре нельзя думать о пешках. Самое важное — получить главный приз. Пройти самому в ферзи. Сегодня у него есть для этого единственный шанс в жизни. Москва, 17 часов 00 минут. Это было неправдоподобно. Этого не могло быть никогда. Но это было так. И с этим ничего нельзя было сделать. В депутатской комнате аэропорта Шереметьево-1 встретились два человека. Учитель и ученик. Наверху стоял Тенгис Абуладзе, бывший наставник и руководитель. Внизу на лестнице стоял бывший старший лейтенант Владимир Хромов, называемый ныне Седым. И бывший ученик полковника Абуладзе, проходивший у него первые уроки мастерства в Главном разведывательном управлении Генерального штаба. Абуладзе почувствовал, как его бросает в жар. Маркин смотрел на него, ничего не понимая. Он даже обернулся, испугавшись, что кто-то выстрелил в полковника. Чуть ниже на лестнице стоял Хромов. В свою очередь Карина смотрела на него тревожно и вопросительно. Она никогда не видела такого лица у Седова. Ни разу за все время их общей жизни. — Встретились, говоришь? — хрипло пробормотала Абуладзе. — Ну, здравствуй, Хромов. — Здравствуй, разведчик. Маркин изумленно посмотрел на полковника. — Значит, он знает этого террориста? Седов и Карина поднялись наверх. Теперь они стояли друг против друга. Метров в пятидесяти от них сидели в тоске две девушки, которые также смотрели на эти пары, не понимая, что там происходит. Абуладзе повернулся спиной к пришедшим и прошел к стоявшим полукругом зеленым креслам. — Садись, разведчик, — сказал он Седому. — У нас еще есть время. Ваш самолет будет готов через час. Маркин сел рядом с полковником, готовый к любой неожиданности. Седой сел напротив. Очень близко рядом села Карина с внезапной ненавистью, глядя на этого пожилого человека, возникшего из небытия. Он возник из той жизни Седова, которую тот всегда пытался забыть и которую оставлял здесь, чтобы никогда больше не увидеть. — Вот мы и встретились, Володя, — печально сказал Абуладзе. — Значит, это ты все устроил. А я думал, какой умный человек придумал такой план, чтобы вертолет с ребятами из спецназа взорвать. Долго думал. Седой молчал, сжал зубы и молчал, глядя на сидевшего перед ним старика. — Герой! — с непонятной болью сказал Абуладзе. — Эх ты! Седой по-прежнему молчал. Он осознавал, что не посмеет начать этот спор, рискуя проиграть. — Вот так, Маркин! — положил Абуладзе свою большую ладонь на колено коллеги. — Познакомься с этим человеком. — Ты разрешишь тебя представить? — спросил он у Седого. Тот по-прежнему молчал. Карина хотела что-то сказать, но ее спутник внезапно сжал ей руку. Она ничего не сказала. — Перед тобой, — сказал с какой-то затаенной болью Абуладзе, — бывший командир роты спецназа, — бывший герой Советского Союза, — бывший старший лейтенант ГРУ. И... Седой смотрел на него, не двигаясь. Абуладзе помолчал, словно собираясь силами, и, наконец, произнес. — И мой любимый ученик. Карина и Маркин, наконец, поняли, что происходит. Карина чуть отпустила пульт радиоуправляемой мины. Провод, который увидел у нее в руке стоявший внизу дежурный, был чистой профанацией. Скорее, средством психологического давления. На самом деле, небольшой пульт был в руках у Карины. И она могла вполне обойтись без проводов, взорвав свою сумочку и капсулу в ней. — Да, — наконец сказал Седой, — все правильно. Хорошо только, что вы не забывали все время говорить слово «бывший», хотя в последнем словосочетании вы забыли это слово. — Не забыл, — горько сказал Абуладзе. — Бывших учеников не бывает. Ты был моим учеником, и это факт. Ты был моим самым любимым учеником, и это тоже факт. Ты стал подонком, и это третий факт. Иди ты, — вступилась за Седого Карина, но тот опять сжал ей руку, и она замолчала. На этот раз он сдавил руку так сильно, что она чуть не вскрикнула. — Капсула у тебя? — спросил Абуладзе. — Самолет готов? — спросил вместо ответа Седой. Абуладзе сжал губы. Он старел словно на глазах. — Самолет будет здесь через час. — Деньги и драгоценности могут немного опоздать. Минут на десять-пятнадцать. — Хорошо, — сказал Седой. Разговор давался ему с трудом. — Не забудьте наши условия. Нельзя останавливать машины, идущие к аэропорту. В одной из них могут быть другие капсулы. — Условия, — проворчал Абуладзе. — Не забудем. Он поднялся и, даже не удостаивая внимания сидевших перед ним людей, медленно пошел к дежурным. Очень медленно, старческим, тяжелым шагом. Подошел к девушкам, поднял телефон, набирая номер дежурной части, где сидел генерал Дмитриев. Отсюда не было слышно, что он говорил. Но он повернулся лицом к сидящим людям, чтобы они его видели. И чтобы он видел их. — Слушаю вас, — отозвался Дмитриев. По общей договоренности этот внутренний телефон никто не занимал. — Не задерживайте автомобили, которые следуют в аэропорт, — уставшим голосом сказал Абуладзе. — В одном из них могут быть оставшиеся капсулы. — Мы уже дали такое указание всем постам, — ответил Дмитриев. — И будьте осторожны, — сказал друг Абуладзе. — Здесь профессионалы. Бывший сотрудник ГРУ Хромов, — добавил он по-грузински, зная, что их разговор записывается. Он положил трубку, представляя, какой скандал вызовут его слова. Уже через минуту его слова перевели, срочно найдя одного из пассажиров грузин в зале ожидания аэропорта. Еще через минуту об этих словах знали все, в том числе и в здании Министерства обороны. Премьер-министр готов был испепелить своим взглядом всех военных, а министр обороны смотрел несчастными глазами на Ладынина, который привел сюда этого зловредного полковника. Сам начальник ГРУ, получив подобное сообщение, любезно переданное генералом Дмитриевым, сразу приказал своим людям начать проверку всех бывших офицеров ГРУ, так или иначе связанных когда-то с бывшим старшим лейтенантом Хромовым. Попутно на мониторах начала появляться его биография. Мелькнули слова о том, что 9 лет назад, за мужество и героизм, проявленные в Афганистане, старший лейтенант Владимир Хромов получил звание Героя Советского Союза, которое спустя несколько лет было у него отобрано, когда суд вынес ему обвинительный приговор. Прочитав это сообщение, премьер раздраженно взглянул на министра обороны и всех остальных министров. «Вот так мы теряем хорошие кадры», — зло сказал он, — «и бывшие герои становятся бандитами». В депутатской комнате аэропорта Шереметьево-1 Абуладзе вернулся к сидевшим на диване Карине и Седому. «Я передал», — сказал он, снова усаживаясь в кресло. «И куда вы собираетесь лететь?» «Найдем место», — ответил Седой. «Мир большой». «Найдете», — кивнул Абуладзе. И в этот момент раздался звонок сотового телефона, находившегося в кармане Седого. Глядя своему бывшему наставнику в глаза, Седой вытащил телефон. «Это я говорю», — быстро сказал Аркадий Александрович. «Как у вас дела?» «Они немного опаздывают», — ответил Седой. «Хорошо». «Это даже хорошо», — обрадовался Аркадий Александрович. «Смотри, чтобы у самолета не было спецназа. Мы будем в депутатской через десять минут. Мы уже подъезжаем к аэропорту. Предупреди, что у нас не все капсулы. Одна капсула находится в городе. И если нас задержат, то ее разобьют». Седой отключил телефон. «Они сейчас поднимутся», — сказал он. «Просил предупредить, чтобы вы ничего не предпринимали. Одна капсула находится в городе». «Вы умные люди», — через силу сохранял спокойствие Абуладзе. «Ах, какие вы все умные люди!» Он, снова не спрашивая разрешения, поднялся и пошел в буфет. Там по-прежнему стояла молодая Кмура. «Закрой с той стороны дверь и уходи», — приказал Абуладзе. «У меня приказ», — пожала плечами женщина. «Сейчас я даю здесь приказы. Это не люди, девочка. Это взбесившиеся звери. Уходи, очень тебя прошу». Что-то такое было в его глазах, что она ему поверила. Кивнула и вышла из-за стойки. «Мне закрыть внутреннюю дверь?» — нерешительно спросила она. «Или вообще закрыть буфет?» «Не надо закрывать», — сказала Абуладзе. От волнения он говорил слова с еще большим грузинским акцентом. «Они все равно кушать захотят. Дверь сломают. Уходи с черного хода. И дверь внутреннюю закрой». «Хорошо», — кивнула женщина. Абуладзе вернулся в зал. Подошел к сидевшим в креслах людям. «Маркин, дорогой мой», — сказал он, обращаясь к своему коллеге. «Возьми девочек и уходите отсюда». «Каких девочек?» — разыграл недоумение Маркин. «Наших девочек, подставных», — показала Абуладзе в сторону одетых в фирменные костюмы сотрудниц гражданской авиации двух дежурных молодых женщин. «Не удивляйся, Маркин», — громко сказал он, — «седой мой лучший ученик. Он хорошо знает, что в таких случаях здесь не оставляют обычных дежурных. Он уже давно понял, что это подставки. Наши подставки. Он ведь знает, как это делается. Хорошо знает. И не нужно рисковать. Возьми девочек и уходи». Маркин поднялся, посмотрел на Седова и Карину. Как-то по-особенному обидно фыркнул и пошел к дежурным. Через минуту они спускались по лестницам. В огромном зале осталось только три человека. Полковник Тенгиз Богодурович Абуладзе, бывший старший лейтенант Владимир Хромов и его спутница Карина Богданова. — Вот мы и остались одни, — вздохнула Абуладзе, снова усаживаясь напротив двоих молодых людей. — Раскрой ладошку, девочка, — мягко сказал он. — Никто у тебя твою бомбу не отнимет. И капсулу никто трогать тоже не будет. — И провод убери. Меня обманывать не нужно. Я уже старый человек. Карина взглянула на Седова и раскрыла ладонь, убирая провод. — Как же ты решился на такое, Володя? — спросила Абуладзе. — Как ты мог? Ты ведь был мой лучший ученик. Как сына я тебя любил. Как мы все радовались, когда ты живой остался. Как мы радовались, узнав о том, что тебе героя дали. И вот сейчас, здесь, с этими подонками. — Я их командир, — прямо сказал Седой. — Это я возглавлял их во время нападения на колонну. — Это я давно уже понял. Опустил голову Абуладзе, глядя вниз и, словно размышляя, сказал. — Как такое могло случиться? Я просто не понимаю. Ты всю мою жизнь сегодня перечеркнул. Всю мою жизнь. А я тобой так гордился. Всем рассказывал, что воспитал героя, настоящего мужчину. И ты стал таким человеком. — Время, — Тенгиз Богодурович нервно сказал Седой. Он, наконец, не выдержал и ввязался в этот обмен репликами, заранее зная, что обречен на поражение. Но больше молчать он не мог. — Так получилось, — продолжал он. — Ни вы, ни я, ни кто не виноват. Видно, судьба такая. — Ах, Хромов, Хромов! Какая к черту судьба! Когда ты живой остался в Джелалабаде, тогда судьба была. А когда ты бандитом стал, это не судьба. Это уже ты сам. — Может быть, — согласился Седой. Но это уже произошло. И нечего об этом говорить. Он помолчал и добавил. — Вы ведь ничего не знаете. — А я все вижу. Абуладзе говорил, делая резкие ударения на словах. Он всегда так говорил, когда сильно нервничал. — Ничего вы не видите, — поморщился. — Я ведь потом в больницах полгода провалялся. И вышел как раз в 83-м, когда Андропов к власти только пришел. Но и повсюду порядок взялся наводить, значит. Решил показать, как жить и работать нужно. Абуладзе молчал. Он не поднимал головы, слушая Седого. Карина, почувствовав каким-то неведомым, природным, чисто женским осмыслением, что Седому трудно будет говорить при ней, деликатно встала и отошла в сторону. Мне ведь звезду в больнице вручили. Из моей роты почти никто в живых не остался. А мне вот звезду вручили. До сих пор не знаю, за что. Наверное, за то, что живой остался. А один из моих взводных обе ноги потерял. И только орден Красной Звезды получил. Ну, вышел я из больницы. Мне тогда отпуск дали. И все деньги выплатили. Но мы и загуляли. По-настоящему загуляли. Он помолчал, доставая из кармана сигареты. Зная, что полковник не курит, он не стал предлагать их своему собеседнику. И, затянувшись, продолжал. В общем, драка была в ресторане. Пьяная драка с какими-то ребятами. Так их тогда называли. Нас двое было, а их пятеро. Ну, и я, значит, пьяный был. В конце раскидал я всех пятерых. А одного самого настырного к столу его же ножом и приколол. Он снова затянулся. В Ташкенте это было. А парень оказался сыном какой-то местной шишки. Но судья и постарался. Тут еще и Андропов все время говорил о дисциплине. Мне дали пятнадцать лет с лишением всех наград. — Я слышал, что у тебя были неприятности, — нахмурился Абуладзе. — Но мне говорили, что ты попал под амнистию. — Пять раз попадал, — кивнул Седой. — Пять раз сбежать пытался. Пять раз ловили. И пять раз под амнистию попадал. А в общей сложности отсидел девять лет. И вышел в девяносто втором. Собрал вещи. И приехал в Москву. Хотел с вами увидеться. Вы помните, что тогда в Москве было. Реформы начались. От Большого театра до Детского мира по всей улице Горького, по всему центру стояли люди и что-то продавали. Длинная такая очередь была, как в кошмарном сне. Я позвонил в ГРУ, и мне сказали, что вы уволились. Ну, тогда я и подумал, что никому не нужен. Мне эта очередь быстро мозги вправила. Обратно на работу меня, конечно, никто бы не взял. Девять лет тюрьмы. А делать я ничего не умел. Какой из меня специалист? Я ведь после окончания политехнического сразу в армию пошел. И ни одного дня не работал. Куда мне нужно было идти? Устроился я охранником к одному сопливому мальчишке. Три дня честно проработал. Выбрасывал его мусор, проституток к нему возил, а потом двинул ему между глаз и ушел. Ну, потом меня быстро нашли. Но это уже не интересная история. Я ведь так ничего и не научился делать. Только убивать. А на это ремесло было много заказчиков. Вот я и выполнял их поганые заказы. Так и жил. От гонорара к гонорару. Он докурил сигарету и хотел ее по привычке бросить на пол. Потом, передумав, встал и бросил ее в пепельницу, стоявшую на другом столе. Абуладзе ничего не говорил. Он сидел, словно окаменев, не произнеся ни слова. Внизу открылись двери, раздались чьи-то голоса. — Вот, — сказал с неожиданной ненавистью седой, подкрепление прибыло. Вот кто теперь у меня в товарищах. Абуладзе повернул голову. По лестнице поднимался Аркадий Александрович со своими людьми. Москва, 17 часов 15 минут. Несмотря на все его усилия, он снова впал в забытье. А когда очнулся, то обнаружил, что они уже стоят. Часы на руке работали, несмотря на все удары и тряски. И он с удивлением обнаружил, что уже шестой час вечера. Сизов лежал на сиденьях. Он уже не стонал, но по-прежнему никак не хотел мириться с судьбой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok